Внимание! Марш! Быстрее! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, семь. Как приручить дракона и заставить его плыть по местному озеру, знают не понаслышке участники фестиваля водных видов спорта в Челябинске. В настоящем оркестре с веслами нужно не только четко и быстро грести, важна роль и у солиста-барабанщика. Самая яркая гонка – командный заплыв на драконах. Здесь челябинцы не только могли вдоволь наплаваться, но и попросить высшие силы прекратить постоянные осадки в регионе. Раскатистый гул барабанов отпугнул суровые южноуральские тучи и на сцену яркой аквавечеринки выкатили сапсерферы. Продемонстрировать чувство эквилибристики и гармонию с водной стихией могли как новички, так и настоящие мастера. Дмитрий Кочнев стал лучшим на дистанции 200 метров среди профессионалов. Дмитрий, ну вот только закончились заплывы у вас в категории про. Какие ощущения вообще после этой гонки? Самые хорошие. Первое место все-таки. Отличная погода. Самое то для гребли. Посапать на шершнях прикатило около сотни любителей водных баталий. Состязались акварайдеры в двух категориях. Личный зачет на саборде для спортсменов с 11 лет, спринт и техническая гонка на 2 километра. А также командный заплыв на каноэ. Один из коллективов готов был обрушить настоящие торнадо. Мы вот сейчас выступим, прогоним, как вихрь по всей дистанции. Мы будем очень стараться. Но наша команда должна быть в лидерах. Очень здорово, если бы люди к нам присоединялись, вступали в наш здоровый клуб. Саббординг с каждым годом все больше прирастает к берегам водоемов Южного Урала. Записаться на тренировки можно бесплатно. Они проходят два раза в неделю, каждые среду и воскресенье. На базе спортшколы номер 11 по гребле на байдарках и каноэ. Василий Ермоленко, Артур Фазлеев, 31 канал.